всем привет сегодня я расскажу как я вязала это пончо и покажу как вязать вот этот красивый узор пончо связано поперек это видно по расположению по вертикальному расположению секции пряжи пряжа такая у меня здесь связан образец я не обрезаю нить потому что именно на этом образце сейчас буду показывать как вязать узор вот так выглядит пряжа а пряжа это дуэтапуна от фирмы лана гросса в 50 граммах здесь 230 метров и состав 40 процентов альпака 22 процента мериносовой шерсти 38 процентов модал у меня номер цвета 101 там есть разные цвета там это интернет-магазин пряжа сотку да я получала эту пряжу и под видео я оставлю ссылку на конкретно на эту пряжу на сам интернет-магазин и также там будет промо-код который дает пяти процентную скидку на весь ассортимент пряжи в интернет-магазине пряжа суток что можете пройти посмотреть там несколько разных вариантов цветов вы можете выбрать по своему так спицы здесь рекомендуют четыре четыре с половиной я вязала спицами 4 миллиметра в принципе можно вязать и спицами четыре с половиной ну и на четверке получается довольно легкое воздушное полотно пряжа вяжется легко она за спицы нет не цепляется хотя она довольно пушистая по расположению секции здесь зависит конечно от того какой длины будет ваше полотно если посмотреть на моё пончо то здесь у меня разное расположение секции хотя в матках секции абсолютно одинаковые это за счет того что часть до горловины я вязала сразу и переднюю части заднюю а там где вырез горловины я вязала отдельно переднюю часть отдельно спинку и за счет этого естественно секции увеличились по ширине и выглядят вот так но это даже интересно в центре получаются широкие секции а по краям узкие что касается размеров конечно пончо это такое универсальное изделие по моим размерам что у меня получилось я скажу если вот так разложить так как мы его надеваем то длина у меня получается 120 так длина 55 сантиметров а ширину 126 ширину горловины здесь тоже можно выбирать по вашему усмотрению у меня получилось 28 сантиметров ширина горловины и еще пончо вяжется без углублений по вырезу горловины то есть прямым полотном но как вы видите у меня немножко есть углубление но этого я добилась в процессе сушки то есть я постирала стирала конечно же вручную но я постирала вручную прополоскала и затем уже поместила в стиральную машину на отжим только сухой отжим и все остальное вручную как я этого добилась что у меня так получилось я когда постирала я разложила на горизонтальной поверхности и при этом разложила именно так то есть вот так пополам сложила немножко переднюю часть расправила больше чем задняя и если посмотреть вот край нижний край то он одинаковый по длине а впереди у меня есть углубление горловины то есть как я сказала этого я добилась в процессе можно сказать блокировки хотя я блокировать не блокировала просто вот так расправила так как мне надо в такой форме в какой мне надо на горизонтальной поверхности на полотенце а вяжется она очень просто вязание начинается с любой боковой стороны это не важно конечно весь размер я здесь разложить не смогу ну вот допустим вот начало вязания и я расскажу сейчас по петлям и по рядам по краям я тоже обвязки никакие не делала не по горловине вот так если разложить вот она горловина так идет волнистый край не по краям по краям в начале и в конце ряда я вязала двойную кромочную это дало утолщение и мне этого было вполне достаточно для того чтобы край выглядел завершенным итак для начала вязания на спицы я набрала 206 петель вот это все полотно в длину полностью 206 петель и вязала так 2 двойная кромочная это я сейчас про расположение узора скажу затем 1 лицевая 200 петель ажурного узора в конце 1 лицевая и двойная кромочная узор не сложный довольно легко вяжется легко запоминается составляет в ширину 20 петель и у меня получается узора здесь так 200 петель 10 рапортов узора ширину а в высоту 32 ряда которые повторяются то есть 20 в ширину 32 ряда высоту повторяются и так вот как я сказала 206 петель я набрала и провязала по краю 4 ряда резинки 1 на 1 так дальше как я сказала вот так распределила узор и вязала после резинки еще два ряда лицевой глади и затем перешла на вязание узора повторяя с 1 по 32 ряд вязала ровным полотном 106 рядов вот до этого места до начала выреза горловины 106 рядов дальше и вязание разделила одну часть сняла на дополнительные спицы и на одной части вязала и при этом для края я добавила со стороны горловины 2 петли из протяжки вытянула одну набросила одну из протяжки наброс это скрещенный накид набрасываем так как я показывала при вязании реглана когда я прибавляю и получилось у меня в одну сторону в начале ряда 2 кромочные добавила и со второй стороны в конце ряда добавила 2 кромочные а узор тут у меня 10 рапортов я разделила ровно по 5 рапортов лучше конечно делать полный рапорт чтобы количество рапортов в начале четное было то есть там 8 10 12 и так далее проще будет разделить потому что когда делим середину рапорта не очень красиво потом вот здесь в области горловины будет смотреться и так я разделила пополам по 5 рапортов добавила по 2 кромочные получилось у меня 76 вы получилось у меня если разделить пополам 206 это 103 и 2 я добавила 105 и так я вязала отдельно каждую сторону на высоту 28 сантиметров 76 рядов дальше я снова соединила обе стороны и вот эти две кромочные которые здесь и здесь я их убавила 2 провязала сначала вместе когда соединяла вот это вязание и в следующем ряду еще раз провязала 2 вместе то есть сокрыть сократила эти по 2 кромочные петли у меня количество петель снова было 206 и в обратную сторону я также точно провязала 106 рядов узора 2 ряда лицевой глади 4 ряда резинки один на один и петли закрыла петли закрывала протяжкой по узору провязывала лицевую протягивала провязывала изнаночную протягивая через предыдущую петлю вот на этом в этом и заключается все вязание вот такого пончо то есть с таким пончо справиться любой кто умеет вязать спицами даже какие-то начальные навыки навыки все вяжется просто и не совсем не обязательно делать вот так горловину вытягивать при вязании все равно она сядет хорошо потому что здесь нет каких-то ограничительных швов здесь все садится так как в общем садится все по фигуре все весь принцип вязания я рассказала про стирку тоже рассказала теперь я сейчас покажу на вот этом образце здесь у меня связан уже один рапорт высоту вот вы можете видеть как выглядит это пряжа при другом количестве петель получается вот такой красивый градиент то есть чем уже будет полотно тем шире будут секции смотреться вот так и сейчас на этом же образце я провяжу еще один рапорт высоту в узоре провязываются лицевые изнаночные лицевые и изнаночные в изнаночном ряду скрещенные по две петли вместе есть вправо есть влево лицевой и есть 2 вместе изнаночной и так первый ряд я здесь на образце вязала так как я вязала пончо то есть двойная кромочная первую снимаю вторую провязываю лицевой затем одна лицевая петля а дальше 20 петель рапорта узора в ширину 4 изнаночные 1 2 3 4 и дальше вяжем лицевую скрещенную если вы вяжете как я классическим способом то есть у меня петли лежат передней стенкой ко мне то за заднюю стенку если вы вяжете бабушкин способом и у вас петли если бы вы не скрещены провязывали вы провязывали вы за заднюю стенку то вяжите за переднюю стенку я вижу классическим поэтому я провязываю скрещенную лицевую за заднюю стенку 1 скрещенная лицевая 1 изнаночная 1 скрещенная лицевая 1 изнаночная 1 скрещенная лицевая 2 изнаночных 1 27 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 2 изнаночные вот это 20 петель рапорта узора или они повторяются то есть провязали 20 петель снова с первой петли 2 изнаночные о 4 изнаночные и так далее так как я показала в конце ряда я провязывала так 1 лицевая и 2 кромочные в конце ряда вязала так предпоследнюю петлю снимаю не провязывая нить перед работой последняя петля изнаночная причем изнаночная вяжу кромочную бабушкиным способом изнаночная сторона здесь но я сейчас этот ряд покажу дальше посмотрим может быть за кадром буду вязать кромочную начале ряда также снимаю первую вторую провязываю лицевой двойная кромочная вяжется всегда одинаковые в лицевых изнаночных рядах дальше вот это моя 1 изнаночная и дальше уже идет узор здесь все вяжем по узору до скрещенных петель скрещенные петли тоже вяжем скрещенными то здесь в обратную сторону так как я вижу поворотными рядами повторя вяжем в зеркальном отражении тому как вязали в лицевом ряду 2 лицевые 7 теперь изнаночных уже 34 ну будет то есть по узору 567 2 изнаночные и вот здесь мы провязывали лицевые скрещенные значит вяжем их изнаночными скрещенными я провязываю за заднюю стенку изнаночную скрыть чтобы она получилась на скрещенной дальше одна лицевая простая не скрещены снова 1 изнаночная скрещенная 1 лицевая 1 изнаночная скрещенная 4 лицевых раз два три четыре все это раппорт закончился и дальше у меня здесь одна изнаночная и 2 кромочные предпоследнюю снимаю не провязывая последняя изнаночная но уже я не буду показывать тогда изнаночные ряды все петли по узору над лицевыми скрещенными провязываем изнаночные скрещенные все остальные простые просто по узору так два ряда провязана вяжем третий ряд 2 кромочные лицевая но это у меня у вас может быть по-другому дальше узор 2 изнаночные 1 2 накид накид делаю вот так нить от себя 2 изнаночные 1 2 1 лицевая скрещенная 1 изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночных 1 2 следующие 2 петли нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо за переднюю стенку провязываю 2 вместе 5 лицевых 1 2 3 4 5 2 изнаночных все рапорт провязаны с 20 петель четвертый ряд как я сказала по узору начала провязывать четвертый ряд и здесь остановилась где накид накид провязываем всегда изнаночной петлей за переднюю стенку так чтобы образовалось отверстие если же вы накид делаете вот так к себе в лицевом ряду то тогда провязывайте его за заднюю стенку я делаю от себя нить поэтому в изнаночном ряду за переднюю стенку я его провязываю пятый ряд 2 изнаночные 1 лицевая вот над накидом 1 лицевая накид 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночные дальше две петли вместе лицевой с наклоном вправо 4 лицевых 1 2 3 4 2 изнаночные повторяется этот раппорт 2 изнаночные лицевые накид 2 изнаночные лицевые накид 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночных 2 вместе лицевой с наклоном вправо 3 лицевых 1 2 3 2 изнаночных все раппорт провязан 9 ряд я уже не называю что я вижу две кромочные 1 лицевая перед раппортом начинаю вязать раппорт 2 изнаночные 3 лицевые накид 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночных 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 лицевых и 2 изнаночных каждый раппорт на протяжении всего раппорта высоту начинаем начинается с изнаночных петель начинается и заканчивается изнаночными где-то 2 где-то я покажу сейчас другом некоторых рядах не 2 изнаночные так 9 рядов провязали 10 изнаночной вяжем по узору 11 ряд 2 изнаночные 4 лицевых 1 2 3 4 накид 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночные лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночные 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая и 2 изнаночные 13 лет 2 изнаночные 5 лицевых 1 2 3 4 5 накид 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночные 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 изнаночные 15 лет 2 изнаночные 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 накид 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 3 изнаночных 1 2 3 и и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей 2 вместе изнаночной все раппорт провязан 16 лет по узору не забывайте над скрещенными петлями провязывать тоже скрещены и всегда 3 рапорте 17 лет 2 изнаночные 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 4 изнаночных раз-два-три-четыре повторяем от начала раппорта 19 ряд 2 изнаночные 5 лицевых 1 2 3 4 5 теперь лицевые 2 вместе провязываем с наклоном влево первую петлю снимаю не провязывая следующую провязываю лицевой и снятую петлю набрасываю на провязанную если вяжите за заднюю стенку то просто провязывайте 2 вместе лицевой за заднюю то есть нужно провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные лицевая скрещенная накид лицевая скрещенная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночные накид 2 изнаночные повторяем эти 20 петель аэропорта 21 ряд 2 изнаночные 4 лицевые 1 2 3 4 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночные накид 1 лицевая 2 изнаночные все раппорт провязан 23 ряд 2 изнаночные 3 лицевых 1 2 3 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночных накид 2 лицевые и 2 изнаночные 25 ряд 2 изнаночные 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночные накид 3 лицевых 1 2 3 и 2 изнаночных двадцать седьмой ряд 2 изнаночные 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночные накид 4 лицевых 1 2 3 4 2 изнаночные 29 ряд 2 изнаночные 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночные накид 5 лицевых 1 2 3 4 5 и 2 изнаночные в конце так и 31 ряд 1 изнаночная следующие 2 2 петли нужно провязать вместе изнаночной петлей 2 вместе изнаночной 2 изнаночные еще лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночные накид 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 и 2 изнаночные последний тридцать второй ряд по узору я провязала все 32 ряда рапорта высоту дальше повторяются с первого ряда после стирки вот так узор весь расправляется и как видите так как узор вяжется волной то он создает и край такой волнистый это нужно учитывать при выборе если можно так сказать узора изделия под этот узор то есть если вязать например какое-то изделие по кругу то этой волны не будет заметно так как там нет краев если же есть края то нужно учитывать что край будет немножко волниться хотя при стирке можно потом все это отрегулировать если пряжа такая же послушная как у меня в принципе можно и выровнять на этом все если остались у вас вопросы задавайте я желаю вам приятного вязания вдохновения всего самого доброго и до новых встреч и